Учение йоги Баджана, сила произнесенного слова, любовь. Понимание и смирение приводят к совершенству любви, и Бог есть любовь. Мужчина и женщина образуют союз, и этот завершенный союз и есть величайшая йога. Супружество – это когда два тела и одна душа. В то мгновение, когда вы можете любить суть человека, тогда вы можете любить Бога в человеке. В мгновение этого переживания вы сами становитесь вселенской душой. Любовь – это опыт жертвенности в самом себе. Почему вы не можете любить всех? У вас нет терпимости. Вам надо учиться сдерживать свой характер. Вам надо научиться не клеветать. Вам надо научиться терпению. Вам надо научиться смирению. Любовь – это жертва. Любовь – это не проекция. Любовь – это притяжение. Любовь означает отдавание. Самопожертвование означает, что вы делаете что-то для других за счет себя. Цель существования – получить любовь от непознанного. Бог обозначает тотальную способность созидания. Бог обозначает тотальную способность созидания. Однако сила любви выше этого. Почему? Потому что все созидание – это предложение любви. Тотальность существования основана на любви. Сила любви не позитивна и не негативна. Она и позитивна, и негативна. Мужчина ищет вдохновение, признание и подтверждение своей личности в своей противоположности – в женщине. Четвертое, что он ищет – это расширение. На физическом уровне, на духовном уровне и на ментальном уровне. На физическом уровне – это то служение, которое мы выполняем друг для друга. На ментальном уровне – это вдохновение, которое мы даем друг другу. На духовном уровне – это доверие, которое у нас есть друг к другу. Если присутствуют все три аспекта, у нас растет уверенность друг в друге. Затем два человека могут пережить то, что называется любовью. Вы не хотите, чтобы кто-то ненавидел вас. Вы хотите, чтобы вас все любили. На самом деле любовь – это ненависть. И ненависть – это любовь. Разницы нет. В одном случае эго удовлетворяется, в другом – нет. Когда эго не удовлетворено – это ненависть. Когда эго удовлетворено – это любовь. Любовь означает пожертвовать собой и обрести себя внутри себя. Любовь – это самопожертвование. Любовь – это переживание самоотверженности внутри себя. Вот почему любовь – это Бог. Никто не может объяснить любовь, потому что любовь – это экстаз. Любовь – это суть нескончаемой преданности. Любовь не меняется. Если любовь меняется, то это не любовь. Когда человек знает себя, он знает всех. Когда человек любит себя, он любит всех. Любовь – это жертва. У любви нет границ. Если есть границы, то это не любовь. Жертвенность – это начало всякой любви. Для того, чтобы получить, надо подчинить себя. Многие ли из нас могут себя подчинить? Человек не может жить без любви. Он должен любить, а также быть любимым. Любовь – это высочайшая реализация на всех уровнях. Когда вас признают – это выражение любви. Когда вам дарят подарки – это выражение любви. Когда кто-то общается с вами – это выражение любви. Когда кто-то улыбается вам – это выражение любви. Но можете ли вы удовлетвориться этими выражениями? Нет, вы хотите что-то ощущать. Можно ли сказать, что вы любимы, даже если происходит физическое, словесное или ментальное взаимодействие? Нет, это также выражение любви. Тогда что такое любовь? Когда вы чувствуете и переживаете отсутствие своего эго и можете вибрировать для другого, тогда вы наполнены любовью. Это высочайшее состояние человеческого сознания. Все наполняется красотой. В этих чувствах такая красота, что у нас нет слов описать их. И эта неспособность дать объяснение только говорит о том, что чувства существуют как экстаз. Если вы можете объяснить экстаз, то это не экстаз. Сексуальное единство в действительности абсолютно божественно. Оно дает переживание, которое человек может найти в любом переживании сознания Бога. Однако человек подвергается такой идеологической обработке, что его жизненные привычки очень сильно испортились. Представьте себе молодого человека 20 лет, который встретил девушку, и они влюбились в друг друга. Это очень сильное чувство, называемое стремлением принадлежать друг другу. Инстинкт страстного стремления принадлежать – это самый мощный инстинкт, поскольку он может помешать полноте Вселенской Души действовать по отношению к индивидуальной Душе. Эту самую мощную неведомую силу человека можно осознать только во взаимоотношениях, взаимоотношениях мужчины и женщины. Невозможно понять воздействие и глубину этих отношений. Мы называем их любовью в действии. Я не говорю о любви в воображении или любви к людям. Я говорю о любви в действии, когда один человек чувствует другого. Это притяжение полярностей. Одна полярность ищет слияние с другой для создания нейтрального состояния ума. К большому сожалению, в 1977 году ни мужчины не знают, как достичь этого, ни женщины не знают, что это такое. Эта книга впервые была издана в 1977 году. Мы потеряли целостность в сексуальной любви. Предполагается, что мы должны поесть, почувствовать голод. И также предполагается, что у нас должен быть секс, как только мы ощутили сексуальное желание. Вот во что превратилась сегодня сексуальная любовь. Когда мужчина теряет чувство репродуктивности и перестает ценить свое семя, такой мужчина теряет чувство самоуважения. Если вы не цените семя, тогда что вы цените? Фермер, который не заботится ни о качестве семени, ни о качестве своего поля, не заботится о сохранении семян и не заботится о том, чтобы высеять их на подходящую для этого почву. Сможете ли вы назвать его хорошим фермером? Женщина Сделайте для себя полезное дело. Никогда не позволяйте себе неблагодарность по отношению к женщине. Поскольку если у вас нет уважения к символу, у вас нет уважения к чистоте своего сознания. А женщина – это символ возрождения. Мы называем это символом Адишакти. Любите и уважайте женщину добровольно, без всякого принуждения. Каждый должен знать и осознавать это. Это должно быть первым правилом, иначе никогда не будет мира и спокойствия. И на планете Земля произойдет агония. Единственная йога из всех видов йоги – это жизнь в супружестве. Глубокое понимание женщины, глубокое понимание мужчины, глубокое понимание человеческих взаимоотношений, взаимосвязей, общности, уюта всех вместе и каждого в отдельности. В первую очередь признайте творчество Творца. Когда женщина признает и понимает, что она канал творчества Творца, к ней приходит уверенность в себе, как в женщине. Вы не можете любить меня, если вы не полюбите своего первого учителя – женщину. Вы рождены от женщины. Если вы не научитесь уважать женщину, высшее сознание не будет говорить с вами. Вы закончите разрушением семьи и разбитыми сердцами. Когда мужчина пытается идти по пути Бога, к нему в изобилии приходят женщины, деньги и земля. Почему я сказал женщины? Проверка мужчины в устойчивости его сознания происходит тогда, когда он может доказать, что его корни глубоки. Рожденный от женщины, он всегда проходит проверку женщины. По высшему замыслу, реализация женщины происходит через материнство. И материнство не означает, что она становится беременной и рожает ребенка. Если вы понимаете ее поведение в целом, вы поймете суть ее материнства. Ее материнство – это служение. Ее материнство – это жертвенность. Ее материнство – это взаимоотношения. Познав материнство, она реализует себя. Став партнером мужчины, она делится с ним в равной степени. Женщина, которая может рожать, должна родить святого, героя или дарителя. Каждая женщина на этой планете, которая ценит себя как женщину, величественно, она даритель жизни. А когда вы даете жизнь, что большее вы можете сделать? Если вы не понимаете женщину, вы не можете достичь Бога, потому что не знаете, как уйти от Майи, иллюзии. Если женщина перестает смотреть на мужчину в поисках вдохновения и стабильности, тогда мужчина теряет все. Это становится вопросом существования, а не вопросом взаимоотношений, потому что та сторона Луны, которая светится, направлена к Солнцу. Будучи мужчиной, вы рождены от женщины. Когда вы росли, вам была нужна женщина. Со временем вы женитесь, и у вас появляются дети. Вся ваша структура от А до Я вращается вокруг женщины. Вы хотите быть богатым для женщины, вы хотите быть бедным для женщины, вы хотите жить в деревне для женщины, вы хотите жить в городе для женщины. Принимаете вы это или нет, но так или иначе, по существу вы раб женщины. Те, кто думает, что женщина это слабое и хрупкое создание, не знают, что такое женщина. Женщина в 16 раз сильнее мужчины. Мужчина, который в сексе не владеет искусством расслабления женщины, никогда не сможет поддерживать прочные семейные отношения.